Девушки отдыхают Это же малобюджетное кино! Но есть и плюсы! Съёмки фронтальной камеры просто потрясающие! Ууу! Действительно потрясающе! Оу! Ну почему Пирс решил поиграть на гитаре именно сейчас? Оу! Остановился! Это наш шанс! За работу, команда! Николас, скорее в пещеру! Полли и Лайла идут по тропе! Эй, Полли, открывай! Забудьте! Новое указание, Полли! Нам надо вырасти! Не могу! На мне нет моих часов! Они там, на кровати! На меня не смотрите! Они не подходят к твоему костюму! Я не просто так просила тебя их снять! Открывай или я захожу, Полли! Ладно, может, сочетание цветов не всегда самое главное в жизни! Пирс не должен нас такими увидеть! Подожди минутку, Пирс! Минутку? Я считаю до трёх! Один! Ой! Скорее, Полли! Два! Вырасти! Три! Где мой диск с паранормальным явлением? Он здесь! Держи! Ведите себя хорошо! Родители оставили меня за главного! Я должен следить за порядком дома! Я за всё отвечаю! Или мне конец! Конечно! Если ты прекратишь играть на гитаре! Хоть ненадолго! Никаких сделок! Я здесь главный! И не заходите ко мне в комнату! Какой ужас! Мы едва не попались! Что ж, зато теперь дома тихо! Рано я радовался! Отлично! Мы ни за что не успеем снять кино к конкурсу, если не закончим сегодня эту сцену! А значит, можно попрощаться с нашей мечтой о первом месте и призах! Мы не можем просто так сдаться! Я что, зря шила все эти костюмы? А я всю ночь готовила сценарий! Значит, надо найти другое место! Подальше от пирса! Не могу найти выключатель! Аппарат сейчас измельчит Поли! Лайла, лопату! Бросай ее мне! Отличная идея, Поли! Я ни на секунду в тебе не сомневалась! Что? О, я серьезно! Вырасти! Тыковка! Да, пап! Нам пора ехать в горы! О, привет, Лайла! Шани? О, мне нравится ваш лыжный костюм, мистер Покет! Вам очень не идет! Ха-ха! Спасибо, Лайла! Я купил его в девяносто шестом! Не ношу до сих пор! Ха-ха! А-а-а! А-а-а! Выезжаем в восемь часов! Да! Мне тоже пора в аэропорт! Надо собираться! Я уже все сделала! Стильный и практичный гардероб на все случаи жизни! А-а-а! У вас обеих будет шанс выгулить все сезонные наряды! А я так и буду сидеть в городе! Ладно! Если вам кажется, что в Литлтоне скучно во время учебы, просто дождитесь весенних каникул! Ха-ха! Считай, что тебе повезло, Лайла! Дома можно посмотреть кино, почитать, посидеть на форумах, изучить то, что тебе интересно! Мне кажется, я буду считать минуты до вашего возвращения! Не беспокойся, мы будем звонить! Мне нужен мой стилист и мой тренер, чтобы каникулы и соревнования прошли хорошо! Мы привезем тебе много сувениров! Обещаю! О-о-о! Не забудьте, я люблю изящные украшения! Спасибо! О-о-о, да! Надеюсь, здесь все готовы к триумфальному возвращению пирса Покета! Да, уж к такому вряд ли можно подготовиться! Как здорово, что здесь ничего не меняется! Согласен, дорогая! Осторожней, не обождитесь! Бабушка, ты приехала! Но я же вам обещала, что в этом году буду здесь с вами! Не будем терять время! Я хочу принять горячую ванну, потом покататься на лыжах, потом снова принять горячую ванну и сходить на выставку ледяных фигур. А вечером опять горячая ванна! Ха-ха! Мне нравится ход твоих мыслей пирс! Какой милашка! Как его зовут? Э-э-э, Пакстон! Это мой младший брат! О-э-э-э! А ты пойдешь со мной! Эй, девочки! Мы же с ним так похожи! Генетика! Я хочу победить в соревнованиях! Надо отработать пару трюков! Я пойду с тобой, Поли! Оденемся потеплее! Вперед! Покорять склоны! Да! Должна предупредить! В этом году соревнования будут непростыми! Вот поэтому я устроила крошечную тренировку! Мы приезжаем сюда каждый год! И я всегда мечтала победить в этих соревнованиях! Теперь я достаточно взрослая, чтобы в них участвовать! Нет! Персик! Фух! Получишь сегодня двойную порцию бекона, персичек! Небольшая сечка! Попробуй еще раз! Но это так опасно! Ша не права! А если бы персик не спасла тебя, трава бы сильно запачкала твои прелестные штанишки! Ну, и более серьезные травмы! Хотя я просмотрела кучу видео! Мой маквист всегда заканчивается макпадением! Может, нужен учитель ВРЖ? Высший режим жеманства? Я смогу! Никто лучше меня не научит жеманству! ВРЖ – это учитель в реальной жизни! Да, это лучший способ! Да, но я знаю только одного человека, который мастерски выполняет трюк! Твой брат может выполнять маквист, но он может жевать закрытым ртом! Он мэтр скейтборда! И всегда добрее, когда ест сэндвич! Так что момент идеальный! Привет, Пирс! Я тут каталась на скейте, но мне никак не удается исполнить маквист! Маквист? Прикольно! Штука в том, что ты твердо стоишь на деке, само собой! А затем все дело в импульсе! Твои ноги! Да! Что мои ноги? Что? Знаешь, ты еще не готова к этому, Полли! И вообще, скейтборд – это мой конек! А, не твой! А, Пирс! Ну почему мне выпал такой вредный старший брат? Кажется, что-то случилось! Он даже не доел сэндвич! Это очень странно! Можем мы... Безусловно! Уменьшиться! Он взял свою деку! Может, мы... Да! Вот как! Меня научить времени нет, а тусоваться с этими парнями есть время! Может, мы... Ты поняла! Вырасти! А я говорю ему, это не пончики, это мои колеса, чувак! Пирс! О, ой! Ты знаешь этих мелких ботанов? Проклятие, Полли! Тут место только крутых скейтеров! Ух ты! Спасибо, братик! Это твоя сестренка? И вы приперлись сюда? Эй, чуваки! Пирс якшается со своей младшей сестричкой! Извините, малявки! Тут место только продвинутым скейтерам! А мы продвинутые! Прикинь, эта мелкая считает себя крутышкой! Ха! Вали лучше на детскую рампу! Моя яхта! С яхтой в воде ничего не случится! А вот мой костюм только для сухой чистки! Я и не знала, что отдыхать это так сложно! Думаю, надо сделать перерыв! Вырасти! Где мои часы? Судя по траектории приливной волны... Эээ... Шариковой волны... Часы должны быть... Вон там! Спасибо, Лайла! А теперь... Вырасти! Ох! Путешествие шло хорошо, пока не появился шарик! О! Поли на связи! Это Лайла! Привет! Привет, Поли! Привет, Лайла! Привет, Шанни! Как прошло первое испытание морехода? Не очень... Но я установила автопилот, который поможет управлять судном при плохих погодных условиях! Пора испытать его в открытых водах! Как насчет круиза в субботу? Огромные волны... Неизведанные глубины океана... Еще бы! И я, кажется, знаю, куда мы отправимся! Добрый вечер! Меня зовут Пиннет, и это третье официальное собрание клуба любителей сверхъестественного! Пожалуйста, запомните! Каждому участнику клуба полагается два бесплатных коктейля. Да, и попробуйте кексы! О! А теперь кто-нибудь хочет поделиться с нами своей паранормальной историей? Да! На этой неделе мой почтальон три раза опаздывал! Он сказал, что натер ноги новой обувью, но я уверена, что виноваты призраки! Или лесные эльфы! Или пришельцы! Или снежный человек! Или чупакабра! Это же ты тут блогер, да? Да! Мне не стоит об этом говорить, но правительство годами скрывает тайну загадочного острова полумертвеца! Я последний человек на земле, которому известно о сокровищах, и у меня есть карта! Но просто так я ее не отдам! Это у меня самое ценное! Клок сердца снежного человека! По рукам! Этот остров проклят! Проклят! Если осмелишься отправиться туда, берегись ужасного полумертвеца! Берегись! Проклятое сокровище! Эм... Да! Николас! Николас! А? Ау! Да-да, я здесь! Я просто подумал, что на этом острове будет... Очень весело! И главное, он совершенно обычный! Хорошо, тогда увидимся завтра! А? Завтра? На сборе мне нужна неделя! Эм... Даже не знаю, Поли! Я слышала, что остров купила одна из местных компаний! Сейчас там строят отель и пляжный комплекс! Вдруг нас арестуют за проникновение! Спокойно, Шани! Будет весело! Что-то я в этом сомневаюсь! Может, лучше поплаваем в бассейне? Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok